Мы начинаем нашу съемку и, понимаете, даже хочется не снимать, а бегать, кричать, радоваться по студии, потому что у нас сегодня вот за моей спиной невероятная, совершенно невероятная звезда. Вот, сумасшедший день. Катя Шпицов пришла сегодня к нам. Она пожаловалась, что ей некогда ходить в спортзал. Мы принесли спортзал в студию. Вот, это единственная возможность ее заманить. И у нас это получилось. Поэтому потом все расскажем, начинаем снимать. Большой мастер-класс от Кати, как правильно себя вести во время того, как тебя готовят к съемкам. Вот, печала свои волосы. А вы что, уже снимаете, что ли? Это реклама. Это реклама мороженого. Мы будем делать такого, они не заплатили. А где камера тут стоит? А-а-а! Всем привет! Меня зовут Павкова Катя. У нас в гостях Катерина Шпица. И мы сегодня готовимся к съемке. У нас будет история для журнала Максим. В количестве одного кадра. Не думайте, не обложка. И даже не разворот без бельишка. Да, и у нас будет такая спортивная, очень стильная история, которую мы в общем все покажем и расскажем. А я делаю максимально легкий и стильный макияж. А я влезаю между и загадываю желание, между Катями, и загадываю желание, чтобы все круто получилось. А насколько Катя будет обнаженной, вы узнаете в конце фильма. Придется посмотреть до конца. Не перемазывай. А, и смотри, если лука придавливает к себе, она сразу станет толстая. Вот оттуда, да, вид, да? Красиво. Ну, такая, да, роль. Ну, по позе хорошо, лицо темновато. Еще руку бы, да, чуть-чуть от себя. В спортзал надо. А подожди, мы сейчас сделаем спортзал. Когда у звезды нет возможности сходить в спортзал, то спортзал приходит к ней, да. Красиво. Катя, вот пальцы на стуле, вот эти вот, да, убери их. Вот не так, а вот, да. Отлично. И может даже не луку чуть-чуть назад. Да, отлично. А теперь с моей плечо. Просто споку. Нет, это много. Хорошо. Ага, да, отлично. Супер. Да, это круто. Ну, классная фотка. Слушай, она из истории такая. Я думаю, после моих уроков вы уже прекрасно поняли, что на съемки, конечно, нужен фотограф, нужен визажист, естественно, нужна модель. И сегодня у нас еще один очень-очень важный человек. Это Марина. Марина – стилист. Стилист. Стилист – человек, который не просто приносит одежду, хотя, учитывая, что это действительно не так просто, человек, который принесет одежду, уже можно называть стилистом, потому что где же ее взять? но это еще человек который очень понимает в этой одежде понимает в моде понимает как подобрать мы на естественно вопрос 1 где этому учат о это очень сложный вопрос на самом деле этому мало где учат и скорее всего быть стилистом это какое-то призвание и большая часть это самообразование на принципе как и каков то есть на это человеку на этим заниматься работать работать нарабатывает читать журналы вдохновляться чем-то работать с сильными людьми выбирать себе очень крутую команду это очень важно потому что ты растешь от каждого человека ты растешь от каждой съемки и ты растешь от каждого своего контакта который у тебя есть где взять стилиста что что делать самый элементарный вариант если вы начинающий стилист или если вы начинающий фотограф для начала вы можете взять одежду у себя это самый простой вариант у себя у своих подружек друзей 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 и и просто из того что есть собрать идеальную съемку в принципе можно мне кажется отталкиваться от того что ты имеешь и как-то именно от наличия вещей планировать в каком настроении ты хочешь делать съемку то есть в этом ключе продолжать за моей спиной находятся две фотографии которые мне очень нравится посмотреть на них вот таких два боксера я думаю что это очень современная съемка для того времени и отлично стилизованные спортсмены и даже сейчас эти фотографии смотрятся с огромным интересом я когда-нибудь хотел просто повторить эту съемку вот сделать также наших спортсменов в таком стиле но сегодня у нас другая съемка и нам нужны предметы где взять эти предметы этот вопрос вообще волнует всех как подготовить съемки сегодня мы находимся в хом концепте хом концепт который расположен на арт-плее и вы догадываетесь что вот эти вот стилизованные под ретро груши кубки ракетки обязательно войдут нашу съемку посмотрите какие великолепные перчатки посмотрите на этот уголок они украсили бы мне кажется любой современный дизайн но сегодня мы попросим у хом концепта выдать нам их итак мы готовы к съемке вот смотрите первый кадр мы снимаем такими двумя стритбоксами на стенку я подсвечиваю вот обратите внимание да и ним еще вот у меня вот одна спущечка тоже подсвечивает наш фон как чуть-чуть получше пальца . силой я понимаешь надо снимать на я не могу не сказать потому что если вы катя не модель катя актриса когда ты снимаешь актрисы ты получаешь и просто человек который может принять красивую позу но человек который может вот вложить кадр энергию энергию душу что там сюда дух то творить а духа творить лучше вот этим актрисам не давать слова пусть просто смотрят даже можно да а одну секунду красиво было это это было классно свет конечно ты ставишь просто бомба и при положении вы знаете может сделали немножко ноу-хау да вот смотрите я представляю свет у меня вот жесткий свет но я смягчаю его вот таким фильтриком видите матовым получается немножко завиваем нашу площадку второй источник и мы сейчас дымнем и когда дым заполнит нашу площадку он подсветит и кадр уже не будет таким темным мы сделаем достаточно такой знаете воздух зале боксерском я думаю будет хорошо вот мы готовы к следующему кадру но мы хотим сделать и уже более радостным чем тот там у нас такой был темный а мы хотим такой более рассеянный свет что мы сделаем мы дымнем мы возьмем дым и я не боюсь этого слова красиво видеть себя прилично что вы себе позволяете где актриса и кто пустил в эту хулиганку в кадр посмотрите да скорость перехода от комедии в трагедии у актрисы высокого уния занимает примерно 07 секунды катя делает это за 04 с уверенностью пока ты катя 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 она киноактриса конечно понимаете да она не фото актриса на кашкина и нужный экшен красиво чуть лицом красиво очень переходим в следующий зал у нас продолжается спортивная история спортивная гимнастика плавание прыжки в воду я не знаю все виды спорта в кадре тоже красавица посмотрите новое ноу-хау да я поставил жесткий свет но чтобы как-то смягчить я очень хочу солнечную историю солнечная история на белом фоне вся такая жесткий спорт чистый красивый но мы поставили еще вот такой вот фильтрик матовый просто чтобы немножко смягчить но солнце по-прежнему в кадре как заснуть может быть вот так вот даже да не нет да отлично после чуть-чуть пониже чуть-чуть пониже вот нет нет пониже вот и бедром чуть-чуть на меня красиво а вторая рука тоже пожалуйста ну пожалуйста возьмите снизу вот так вот иди двумя руками а джи пожалуйста очень круто Чуть ниже головы, чуть-чуть, на меня взгляд, и пальцы так вот спокойнее, а то прямо, знаешь, ну видно, что такой у себя. Вот, теория Дарвина верна, мы все произошли от обезьян, понятно, Катя произошла от очень красивой обезьянки. Мы поменяли канат, да, видите, у нас новый спортивное снаряжение. Это сейчас будет, это с другими немножко, а еще, Ксенке, упади, пожалуйста, опять так же. Чуть-чуть головы, подправда к ней, ага. Скажи, пожалуйста, как модели сделать такой взгляд, что надо сделать? Как сделать, как у тебя взгляд в кадре, что надо, как вот так держать камеру, взгляд, как вот средовая душа. Ты должна прожить такую тяжелую жизнь, готовая у меня. Значит, прожили тебе тяжелую жизнь в Паркухате? Да нет, это книжки читать, ну правда. Видите, она читает книжки, мол, счетло, впечатление, что она просто посадила глаза, она просто не видит, она так, пытается глядеться, да. Ну, в общем, мы как-то легко зайдем на тебя взговоры, да, всем, у тебя там, может, спасибо, нельзя занимать здесь вот так, на голову. Где все? Для создания такого вот невероятного эффекта кожи я использовала, как обычно, свои любимые бодиблинг. И чтобы добавить невероятный блеск, вот такой вот вазелин. Именно американский вазелин дает вот правильный блеск. Если у вас не оказалось его под рукой, вы можете попробовать воспользоваться вот таким вот средством. Лукас Папай. Посмотрите, он дает похожий эффект. Для кожи лица я использовала Нарс. Абсолютно незаменимое средство, если вы хотите получить красивый деликатный блеск в любом нужном вам оттенке. Классикой считается Капакабана, но пробуйте, вам понравится. Для глаз многие у меня спросят, что я использовала. Вот такая вышла новая палетка Нарс. Вот такой оттенок и вот такой смешиваем. И он идеально подчеркивает такой оттенок глаз, как у Катерины. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И еще вот такая штука, которая абсолютно не имеет никакого отношения к нашей съемке. Такая поющая чаша. Говорят, укрепляет здоровье. Надеюсь, съемка у нас получится отличная. Стоит, правда, очень дорого. Пойдем снимать. Субтитры сделал DimaTorzok